Не пугайтесь, что поддон вот такой некрасивый у нас поддон. В результате он будет очень нарядный, очень будет нас радовать. С молотком, гвоздями и ножовкой по дереву хрупкая блондинка Надежда Сергаева управляется не хуже крепкого мужчины. Из металлопластиковой трубы и алюминиевого кабеля она сооружает держатель для инструментов. А чтобы он радовал глаз, планирует украсить его горшками с цветами. Во время пандемии коронавируса семья Сергаевых ушла на самоизоляцию. Но говорят, скучать не приходится. Живут они в частном доме с большим участком земли, поэтому всегда есть чем заняться. Причем материалом для творчества Сергаевым служит строительный мусор. У нас с вами готов держатель для цветка. Это красиво, это очень эстетично. Мы использовали с вами отходы, которые многие другие просто сжигают. А еще мы можем использовать этот же поддон как держатель для лопат, для инструмента дачного и получается у нас с вами органайзер. И таким образом мы еще решаем проблему порядка на даче, а не только красоты. Сейчас я попрошу сыновей, идемте, а то здесь тяжело. После того, как сетка прикреплена, поддон нужно пройти наждачной бумагой или покрасить акриловой краской на водной основе. Она лучше сохнет и ее проще обновлять. На все про все ушло около получаса. За время самоизоляции Сергаевы соорудили стол для барбекю из европоддонов. Беседку, которую сыновья шутку называют троном, а недавно решили сделать на участке дренажную систему. При ее строительстве не потратили ни копейки. В землю закопали бочку, крышку для которой сделали из фанеры. К ней прорыли траншею, в которую опустили старые пластиковые трубы, а в завершении украсили все природным камнем, который остался от строительства дома. Во всех начинаниях Надежде помогают сыновья и мама, которая нередко и выступает генератором интересных идей. Первое, мотивация как раз совместный труд. Это и должны мальчишки видеть. Все это очень здорово, как и совместные чаепития, и вообще любые совместные дела семейные. Да, это очень печально получилось, что вот болезнь. Но все равно же преодолеем. Господи, нам ли в России чего-то бояться. Все получится. Режим самоизоляции во всей стране постепенно заканчивается, а идей у семьи Сергаевых нет. Так что вскоре Надежде придется искать баланс между работой и увлечением. А материал всегда под рукой. Стоит только по-новому взглянуть на привычные вещи. Елена Малютина, Максим Гусев. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.